Шевченковский район Киева Авария случилась в том месте, где отбойник разделяет два маршрута. Судя по последствиям аварии, водитель Ниссана не справился с управлением или до последнего не мог решить, куда ехать, а когда определился, было уже поздно. Предварительно все выглядело так. Ниссан движется по улице Елены Телиги. Перед спуском водитель почему-то теряет контроль над дорогой и машина врезается прямо в отбойник. После удара Ниссан пролетел еще метров 30. Машина разбита в дребезги. Первое, что бросается в глаза, помятый бампер и моторный отсек. Но если присмотреться, видны царапины на заднем крыле и даже крыше. Судя по всему, после удара Ниссан перевернулся, а потом снова встал на колеса. В салоне машины не было пассажиров, а женщину водителя еще до нашего приезда забрали в больницу. ДТП оформляли сразу два патруля полиции. Правоохранители успели пообщаться с женщиной. Говорят, видимых травм не заметили, но водительница была в шоковом состоянии и на всякий случай ее все-таки увезли на осмотр. Женщина успела рассказать, что в ДТП попала не по своей вине. Кто-то ее подрезал, вроде бы как подрезал. Со слов ее вроде бы подрезал. Да, со слов. Но она в шоковом состоянии. Мы приехали, она сидела в машине, никаких повреждений по ногам не было. Установить нарушителя, скорее всего, удастся только в том случае, если женщина запомнила номера машины, которая ей помешала. Неизвестно, какой была скорость Ниссана в момент столкновения, но после удара спидометр в машине замер на отметке в разрешенных 60 км в час. Также нашему репортеру удалось узнать, что женщина за рулем была пристегнута. И, вероятно, именно ремни безопасности уберегли ее от куда более серьезных последствий. Больше видео с места ДТП смотрите на официальном канале Магнолий ТВ в Ютубе.